Этой темой не могу не поделиться. У вас больше никогда не будет вздутия живота. Правда, не будет, вы забудете об этом, потому что я вам расскажу сейчас такую информацию, которая просто работает. Во-первых, вздутие живота бывает при нескольких моментах. Это сибор, желчные проблемы, высокий холестерин, дефицит жирорастворимых витаминов при нехватке желчной и, соответственно, вздутый живот. Почему бывает? Потому что не хватает желчи, удаление желчного, низкожировые диеты, прием антибиотиков, высокий энстроген, высокий инсулин, кортизол. Все это приводит к вот такому огромному животу. И, соответственно, начинается жировая болезнь печени. Что делать для активации выработки желчи? Здесь очень просто. Старайтесь есть достаточно полезных жиров, принимайте пробиотики и соблюдайте интервальное голодание. Можно ограничить углеводы и принимать очищенные желчные соли. Этого будет вполне себе достаточно. Дальше. Я напоминаю, что если желчный заработает, вы сможете усваивать А, Д, Е, К1, К2, Омега-3 жирные кислоты и выводить еще излишки холестерина. Представляете, как это круто работает? Соответственно, у вас будет история, которая работает на внутриклеточном уровне. Пройдут СИБР, синдром избыточного бактериального роста. И, соответственно, будете хорошо себя чувствовать. И еще один момент. Вздутие живота вызывают бобовые фрукты, сахар, молочные продукты и злаки. То есть, напоминаю, что делать, если вы уже исключили все эти продукты, но ничего не получается. Значит, проблема здесь именно в желчи. И желчь один из ключевых факторов, влияющих на вздутие живота. То есть, если вы хотите помочь себе, то обратите внимание на желчную историю. Продолжение следует...